В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! У нас в гостях сегодня депутат Госдумы 7-го созыва Александр Николаевич Шерин. Здравствуйте, Александр Николаевич! Мы вас поздравляем с успешными итогами этих выборов. Ну и расскажите нам, пожалуйста, как вы оцениваете итоги выборов? Ну, во-первых, хотелось бы поблагодарить ваш канал за приглашение. И благодаря вам есть возможность обратиться ко всем нашим уважаемым избирателям со словами искренней благодарности за то, что они пришли на избирательные участки, проголосовали за ЛДПР, услышали наш призыв. Все те, кто работал с нами в одной команде, все, кто работали агитаторами, наблюдателями, все эти честные и порядочные бюджетники, которые все-таки пришли на избирательные участки и проголосовали за ЛДПР. Ну и, естественно, хотелось бы сказать большое спасибо и членам комиссии, которые не поддались ни на какие искушения, как представители избирательной комиссии в городе Ростове-на-Дону. Кстати, сидеть они будут в любом случае, но это не я буду решать, это будет решать суд. Ну, думаю, что в назидание другим такой прецедент, когда вся страна видела, и я уверен, что доведут до суда. И хорошо, что у нас в Рязанской области нашлись такие честные и порядочные люди в избирательных комиссиях, которые дали нам тот результат, который мы приближенно получили. Потому что где-то, как в Александроневском районе, я не набрал и 5%, где-то я получаю больше 20%. Ну вот, видимо, жители Рязанской области смотрят одни каналы, голосуют за одну партию, но где-то, видимо, по-разному считают, может быть, по-разному люди голосуют. Поэтому огромное всем спасибо, кто пришел на избирательные участки. Ну, несомненно, это Владимир Вольфович Жириновский, его основная заслуга, 99,99 это его заслуга. Мы одну сотую процента просто не испортили его результаты, его возможности, его показатели. Много лет уже наша партия доказывает, что нужно делать и как нужно делать. Поначалу прогнозы Жириновский, его предложения людьми не воспринимались так серьезно, как они должны были восприниматься. Но вот история показала, что во многих вопросах, в которых мы сегодня испытываем трудности, ошибки были допущены в тот момент, когда они стали делать так, как предлагал Жириновский. И, кстати, вся избирательная кампания, наши агитационные ролики на телевидении были на этом построены. Мы показывали то, о чем говорил Жириновский 10, 15, 20 лет тому назад, в том числе и по здравоохранению, по Крыму, по отношению с международным сообществом, с Украиной в частности, и что сегодня происходит. Ну и, естественно, Владимиру Вольфовичу люди доверяют как профессионалу, человека, который на политической арене уже много лет, и человек, который действительно является очень опытным политиком, которого признают в том числе и на международном, и на федеральном уровне. Можно сказать, что уже ни одну награду Владимир Владимирович Путин, президент России, вручил нашему председателю, что говорит о том вкладе, который внес Владимир Вольфович Жириновский в развитие в том числе и государства российского. Естественно, это наше мероприятие, связанное с поездом, который ездил по Российской Федерации. Мы раньше всех начали, потому что мы начинаем работу буквально через несколько недель после того, как подведены итоги прошедших выборов в Государственный Дом. Мы работали все пять лет, и люди знают, что есть политическая партия, к которой можно обратиться. Мы озвучим свою позицию. Очень часто люди видят, что многие представители политических партий как-то вот так критикуют власть, но то, что люди хотели бы действительно услышать, они от них не слышат. Мы можем себе это позволить. Мы действительно занимаем очень жесткую позицию, конструктивную позицию, но она абсолютно справедлива. Если где-то есть нарушение законодательства, если есть самоуправление чиновников, мы об этом говорим вслух, приезжаем на станциях. И, кстати, мы подвели итоги и анализ. Буквально во всех районах, в которых побывал поезд ЛДПР, мы заняли второе место. По Российской Федерации, как ни страны, ЛДПР на сотые процента заняла третье место. Но по Рязанской области мы являемся одним из тех регионов, где тоже присутствует и административный ресурс, как и в других регионах. Но мы заняли здесь второе место. Александр Николаевич, вот сложный, напряженный этап агитации перед выборами прошел, процесс выборов позади. Вот расскажите о приоритетах, целях, задачах, которые вы предстоит ставить в будущей работе. Что касаемо нашей партии, на первом организационном заседании фракции ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский, председатель ЛДПР, был единогласно избран руководителем фракции ЛДПР в Государственной Думе. Первая задача, которую он поставил, это внесение фракции ЛДПР в Государственную Думу законодательной инициативы об упразднении фонда обязательного медицинского страхования, упразднение ненужных бумаг под названием страховой медицинский полис, и организацию только бесплатной медицины на всей территории Российской Федерации. Чтобы медицина была доступна в каждом населенном пункте и чтобы она была бесплатной. То есть вот эта задача, с которой мы сегодня начинаем нашу работу в седьмом созыве, это то, о чем мы говорили в период предвыборной кампании. Сегодня у нас в Государственной Думе 39 депутатов, было 56. У Единой России 343, две трети. То есть в принципе полностью конституционное большинство в руках у парламентской партии, которая является в том числе и партией власти, Единой России. Поэтому если они нас услышат и нас поддержат, и если они действительно хотят, чтобы в стране у людей вот в этом вопросе жизнь была легче, они поддержат наше предложение сделать полностью бесплатным медицинское обеспечение. Вот сразу вопрос тогда. Мы выбираем председателя Государственной Думы, избираем первых заместителей, избираем председателей комитетов, которые теперь в Госдуме будут, и распределение уже депутатов по комитетам по должностям. Вот эта задача будет в кратчайшие сроки решена. Ну и дальше мы будем работать по Российской Федерации. За нами внутренними решениями фракций будут закреплены регионы. Я избран от группы региональной Рязанская-Тамбовская область. Возможно, еще какие-то регионы решением фракций будут присоединены. Но мы будем работать одинаково на всей территории, которую нам обозначены. В новом формате Госдумы как будет работать, расскажите. В новом формате 450 депутатов. Теперь 225 избрано по одномандатным округам. 225 избрано по партийным спискам. Когда выборы проходили по пропорциональной системе предыдущего созыва, 6-го, 2011-м году, участвовало 7 партий. И эти 7 партий между собой разыгрывали 450 мандатов. Ну, прошли только 4. Теперь 14 партий участвовали в выборах в 2 раза больше. А количество мандатов, которое между нами по спискам распределялось, было в 2 раза меньше. То есть 225. Ну, конечно, наша партия получила 5 одномандатных округов. Остальные депутаты у нас по партийным спискам прошли. Ну и в подавляющих количестве округов одномандатных прошли представители партии, которая получила конституционное большинство. Соответственно, нагрузка на каждого депутата от ЛДПР, она, конечно же, возрастет. Но это ни в коем случае, ни в коей мере не скажется на качестве работы. И наши избиратели не почувствуют никакого ухудшения. Будем стараться улучшать работу. И я готов и уверен к тому, что количество обращений граждан будет только увеличиваться. Потому что на самом деле, когда партия получает такое количество голосов избирателей, она должна нести за это ответственность. И мы к этой ответственности готовы. Мы будем нести ответственность. Вот только как это будет ответственность нестись той партии, которая получила подавляющее большинство, она будет за это отвечать перед избирателями. Мы будем перед своими избирателями отвечать. Но создать иллюзию, как все вокруг хорошо, мы искусственно не сможем. У нас нет ни административного ресурса, ни такого влияния на масс-медиа. У нас есть одна возможность получить поддержку избирателей непосредственно изнутри. То есть люди общаются между собой в подъездах, во дворах, на работе. А я вот приходил в приемную ЛДПР, мне помогли. Я вот обратился к депутату Государственной Думы от ЛДПР. А я вот Жириновскому письму написал, мне материальную помощь оказали. А я вот не мог решить вопрос с операцией, обратился в ЛДПР, мне помогли. И многие другие вопросы. И, кстати, очень даже некрасиво порой некоторые чиновники рязанские себя ведут, когда люди к ним приходят после моего депутатского запроса, они начинают им демонстрировать, что, мол, даже если вы обратились к депутату Госдумы, вот посмотрите, если мы не захотим этот решить вопрос, он не будет решен. Бывают и такие сопротивления. Но мы надеемся, что мы все вопросы жителей города Рязани и Рязанской области будем решать со всеми сообща. Ведь команды же меняются в администрации города, в правительстве области. И те чиновники, которые сегодня себя чувствуют властелинами вселенной, они могут оказаться завтра не такими. И надо себя вести на должности чиновника так, как ты бы себя вел, если бы ты был тем человеком, который к этому чиновнику пришел. Вот сегодня ты сидишь в кабинете, и люди к тебе приходят. Вот чтобы как можно больше пользы приносить этим людям, поставь себя на их место. А когда можно прикрыться бумажками, законами, вам положено, вам не положено, стойте в очереди. Можно пойти человеку просто по-человечески навстречу. Но хочет мама перевести ребенка в другой детский сад, а ей по закону нужно будет по новой все бумаги собирать, еще год стоять. Вот наши чиновники пытаются порой по этому пути пойти. Просто где-то надо, в законе не прописано, что надо быть человечнее чиновнику. Надо быть человеком в первую очередь. А многие пытаются прикрыться бумагами. Не надо быть кофейным аппаратом. Кофейный аппарат, пока не положишь туда денежку, он тебе не нальет стаканчик кофе. Вот человек от машины тем отличается. Александр Николаевич, время программы, к сожалению, подходит к концу. Мы желаем вам успешной работы. Те зрители напомнят, что в гостях у нас сегодня депутат Госдумы 7-го созыва фракции ЛДПР Александр Николаевич Шерин. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова